Сегодня у нас есть отличная возможность на Метроэкспо 2019 поговорить не только о гастрономических турах, но и о хорошем вине. Наталья Беринда, бренд-амбассадор компании Золотая Балка. Наталья, здравствуйте, вижу, пришли сегодня не с пустыми руками. Добрый день, конечно. Дело в том, что мы производим в основном агристое вино, а агристое вино это праздник, и мы сегодня представляем нашу новую линейку фризанты. Потрясающий выбор. Я вот люблю и знаю, что, если я не ошибаюсь, то это такое легкое утреннее вино. Совершенно верно. Это вино относится к категории, где уровень алкоголя 10 градусов, и здесь уровень газации чуть ниже, чем в категории эспаманты. Поэтому наши вина этой категории, они очень легкие, они очень свежие, приятные, хорошо, легко пьются, и крайне широко в гастрономии можно их применить. Вина, насколько я понимаю, вообще, и как активный пользователь, должен сказать вам, что это настоящий большой тренд. Куда мы движемся, и будут ли популярны вина также через пару лет, как вы думаете? Ну, во-первых, мы движемся вперед и только вперед, и хочу вам сказать, как человек, практикующий работу с вином уже порядка 20 лет, 5 лет назад еще ситуация с российским вином была совершенно другая, и было очень малое доверие к российскому вину. Сейчас эта ситуация изменяется в плюс, в плюс, еще раз в плюс, и мы очень горды тем, что наше винодрическое хозяйство работает в этой сфере, и благодаря нашим винам тоже российские вина стали более популярными, потому что мы качественные, достаточно качественные. Где можно приобрести бутылочку хорошего фризанты? В метро. В метро. Рекомендуете, да? Большой выбор? Фризанты на данный момент, это три позиции. Это белое, сухое, очень нежное, очень свежее, с ароматом айвы и чайной розы. Розовое, полусухое, это клубника со сливками, черная смородина, и оно чуть-чуть сладковатое, очень приятное. И крайне-крайне редкое, красное, полусладкое, очень бархатистое, с ароматом вишни и чернослива. Мне кажется, это может стать идеальным дополнением к любому праздничному застолью, будь то семейный ужин или, например, свадебный вечер. Совершенно верно, оно совершенно универсальное, и это одно из немногих вин, которые можно пить само по себе. Конечно, оно будет намного более приятным, возможно, с какими-то ягодами или сашими, суши, но наши фризанты можно пить также хорошо охлажденным и просто бокал вечером и даже днем. Что пожелаем всем нашим зрителям, которые сегодня наблюдают за нами в режиме онлайн? Наслаждайтесь вином, господа. Наслаждайтесь хорошим вином, ну а мы с Натальей благодарим вас и говорим вам до новых встреч.